Лёд востока арены Каннска чуть ли не плавился от эмоций игроков. За каждым запуском спортивного снаряда для кёрлинга участники наблюдали словно за отправлением ракеты в космос. Весит этот камень около 20 килограмм, но толкать его несложно. Здесь главное задать правильное направление спортивному снаряду. А вот остальная работа лежит на плечах уже остальных участников команды. Фестиваль кёрлинга в городе прошёл впервые в рамках Кубка главы Каннска, поэтому многие участники знакомились с основами игры прямо во время соревнований. Говорят, эмоции просто переполняют. Этот вид спорта осваивала впервые, никогда в жизни вообще в него не играла. И не думала, что она настолько увлекательная игра. Были среди команды те, кто уже пробовал себя в кёрлинге, однако условия оставляли желать лучшего. Это всё на ледовых площадках уличных, а сегодня мы играем на арене нашего уже ледового дворца. Совершенно другое качество льда, другое настроение, другая атмосфера. То есть всё солидно. Всего на фестиваль кёрлинга пришли 43 команды. Это 172 человека. На соревнованиях были представлены три возрастных группы. Юноши и девушки от 12 до 15 лет, молодёжь от 16 до 18 и взрослые от 18 лет и старше. Мы разместили три ледовые дорожки, сделали дорожки для мастер-класса. Конечно же, по сравнению с улицей, это идеальные условия. Здесь тепло, здесь хорошо катит лёд. Размещена удобная разметка, поставлены колодки. Участникам очень нравится. То есть для Каннска это первое мероприятие на закрытом ледовом объекте. Мы очень надеемся, что это будет не последнее мероприятие. По итогам соревнований первые места взяли команды детского дома имени Гагарина, школы номер 20, а также темп второе у библиотечного колледжа, текстильщика и 19-й школы. А замкнули тройку лидеров команды молодёжного центра, спортивной школы имени Стольникова и первого лицея. Отметим, подобные мероприятия в городе пройдут ещё не раз. В Каннске планируют открыть секцию по кёрлингу. Несколько лет мы шли к этому моменту. Мы помогали, давали камни, обучили специалистов, инструкторов, тренеров, которые могут уже здесь тренировать. И министерством принято решение открыть здесь подразделение Красноярского колледжа Олимпийского резерва, открыть секцию кёрлинга. Всё необходимое оборудование уже передано. И, как отмечают специалисты, все желающие освоить этот олимпийский вид спорта, смогут приступить к тренировкам уже в ближайшее время.